Смотри, тут два оппонента. Он ставится бет против двоих, за спиной еще сидит один человек. Нам здесь ловить нечего, просто сдаемся. Да, ну и у них тут немного по 40 беток. То есть я хочу, чтобы ты именно так вот проговаривал все свои действия, как я сейчас тебе говорю. Потому что если я буду сейчас так говорить, то это будет как будто, я не знаю, я стримлю. А мне надо услышать, как ты думаешь, и уже потом поправлять по возможности. Окей, я буду стараться тогда объяснять более-менее что-то. То есть почему ты принимаешь, то есть должны быть не просто тупые нажатия кнопок, что ну фолд или ну холл, или там еще что-либо, а должно быть вот это вот такое подробное объяснение в голове. Да, ну такие руки не играют. Ну да, это понятно, тут нечего ловить. Такие простые решения, как с дама 5, конечно, мы обсуждать не стоит, просто падаем. О, и тут я. Пять включил. Пять включил. Хорош. Пять включил. Пять включил. Пять включил. Пять apartment. Пять включил. Пять useech. Пятьюise. Пять час. Пять позд인�phabet. Ну смотри, парень, ну ладно, я так опять же перебью чутка, парень достаточно рыбный, ну стэк у него не полный, дамы 9 здесь можно заколлировать с позиции, потому что мы в позиции. Да, я думал, это только у тебя, точнее у меня, а вообще что-то заглючил софт, очень интересно. Ну тут не попали на флот, не знаю, есть ли смысл тут его. Ну понимаешь, опять же повторюсь, не надо угадывать, ты приводи мне плюсы за то, чтобы коллировать и плюсы за то, чтобы упасть. Ну либо можно коллировать, потому что тут доска как бы сухая, да, и скорее всего он просто цепет делает, но у него нету статов, я не могу сказать, как он на тур не играет, не играет, Ну смотри, за спиной сидит еще один человек, то есть если даже ты заколешь, как говорится, ни с чем, ну то есть ты правильно сказал, что он может просто конбет стать, за спиной сидит еще один человек, ты должен понимать такую вещь, что конбет против двоих оппонентов это чаще рука на value все-таки. И поэтому пытаться флоутить в той ситуации, то есть если бы ты там был один на один, один на один, то тогда на доске 10-5-4 ты, да, ну он ставил очень мало, ты мог бы либо коллировать, либо даже его рейзить. Ну то, что мы с тобой обсуждали на первом уроке, но поскольку там за спиной сидел еще один человек, как бы это говорит о том, что скорее всего, ну то есть не надо здесь ничего выдумывать, скажем так. Опять же, это одно из так называемых, как бы покерных, ну что ли, клише, так назовем. То есть если человек ставит конбет против двоих игроков, и у тебя нихера нету, то как бы ничего выдумывать не надо, проще сдаться. То есть цбет в двоих оппонентах это чаще всего какая-то, ну рука с каким-то equity, либо уже на value и так далее. Ну вот, допустим, смотри, да, сейчас интересная ситуация. Видишь, у парня, который сейчас открылся на третьем столе, фолд на 3-бет 80% без позиции. Соответственно, 3-бет, сделаем ему 3-бет примерно в 3,5 раза. Это примерно 2-бет. Но он в ранней позиции. Я вижу, ничего страшного, мы с тобой это обсуждали на 24 цента, 24. Мы это с тобой обсуждали на первом уроке. Если у человека просто огромный показатель фолдов на 3-беты, неважно, на какой позиции он находится. Ну, на ранней, не на ранней. То есть он просто любит сдаваться. Вот у него было 80, сейчас это обновиться будет еще больше. Ну, вот 83 стало, видишь? То есть он просто любит падать. Так, черт возьми, если он это любит, что ему, как говорится, ну периодически, я не заставляю это делать постоянно. Периодически, как говорится, его не насиловать в этом плане. Тут 3-бет, я думаю, что этот будет играть тоже, а я тут посередине в бутерброде. Да, лучше не лезть. Все верно. Не создавать себе там лишних. Плюс ко всему, у него там стэк 46 центов, он мог бы и вообще all-in запихнуть, что нам было бы тоже не очень здорово. Тут стилем. Бет, бет, бет. 80 процентов. Ну, можно 66, нормально. Но доска скоординирована, поэтому лучше 80. Тут не вижу, как он сдается на 3-бет. Не сдается так. Да, просто падаем. Без позиции такую руку мы не защищаем. Ну, а про майнинг я тебе вот уже говорил. То есть, ну, надо все-таки стараться играть с майнингом. Да, да, конечно. Я просто, у меня сейчас немножко скрыло мне до лажки, я пытаюсь переоткрыть аккаунт свой, тогда перекину в другой сервис покера какой. Только не знаю. Ну, я тебе посоветовал бы на Red Kings. Red Kings, да? Да, я тебе посоветовал бы. Ну, ты везде и на стримах, я слышал, что ты. Да, да. Ну, я там и на стримах играю, то есть, советую туда. Там и майнинг будет для тебя, ну, то есть, очень хорошие там условия, скажем так. Я после урока тебе скину информацию по регистрации там в Red Kings. Советую, в общем, там. Вот, смотри. Ну, так, ладно, стой, пока не нажимаем. Вот, видишь, если бы он не ставил бы, допустим, сам бет 2 цента, обрати внимание, у него фолт на конбет 67, да? То есть, мы бы ставили бы сюда continuation бет, конечно же. Ну, раз он ставит 2 цента, давай просто заколируем. У нас хорошие шансы банка. Не надо. Ну, он сдается 100%, но не знаю. Ну, он сдается, да, но лучше, если он сам поставил там 2 цента, то он, наверное, не пустой. Давай лучше бесплатную карту попробуем взять. А вот если он сейчас чекнет ривер, тогда будем пытаться воровать. Вот теперь поставим 66. Потому что по валет хай мы вряд ли выиграем. То есть, попытаемся поблефовать и выбить туз хай какой-нибудь. Ну, или там дама хай, или король хай. Потому что если он чекает ривер, если он чекает ривер, то, скорее всего, фулл хауса у него нету. И, как бы, вот... Ну, блефануть есть вариант. Вот тут не знаю, есть смысл. Да нет, нет, все, сдаешься там, чек-пас. Сдаешься. У тебя есть какой-то там шоу-данвэлью на шестерке, и если у него нихера нету, я думаю, ты бы выиграл бы или так. Так, тут... Здесь мы не знаем, как он... Ну, здесь можно тоже по трибетить. Давай сделаем 20 центов. То есть, он выглядит как регуляр. В целом, как регуляр. К сожалению, мы, да, не знаем, как он сдается на трибеты. Но для профилактики, скажем так, ну... То есть, можно вот сделать 15 рук, мы увидим, сдается он там, не сдается. То есть, проверочный трибет, это... Ну, как бы тебе скажем, это надо делать, это нормально. Если он сейчас начнет там огрызаться, ну, там посмотрим. А что такое? Он заколировал. Ну, вышла очень плохая скоординированная доска. То же самое здесь. Можно 6 дамы тоже затрибетить. Примерно 25 центов, 26. Да. Здесь просто, ну, очень скоординированная доска. Она, в целом, ну, ему может очень хорошо подойти. Просто чекаем. Ну, не надо здесь ставить скоординированную доску. Здесь он сам ставит. Тоже не надо ничего выдумывать. Он сам бетит там эти 25 центов. У нас какой-то гадшот нелепый. Просто тоже сдаемся. И там, и там везде пас. Здесь тоже сдаемся, да. Ну, потому, наверное, не очень угодно трибетить в таких ситуациях, если нету никакой статистики. Ну, вот, честно. Ну, скажем так, если ты этого вообще делать не будешь, опять же, повторюсь, у тебя будет трибет 4%. Поэтому ты периодически должен это делать. Ну, даже если у тебя нету статистики. Ну, тут 2 цента надо заколировать, конечно. Там 2 пары у тебя. Вот, видишь, что он способен. То есть, да, я вижу, статов нету. Да, мы это делаем частично, ну, как говорится, вслепую. Но в самих благоприятных ситуациях просто мы это делаем. Это надо делать. Если ты не будешь это делать, у тебя будет 4% трибет. И потом, когда у тебя будут премиум руки, ну, то есть ты не получишь просто оплаты. Тут очень много минусов. Никто не пойдет играть с нами. Типа того. Просто колу, само собой. Не знаю, я тут, наверное, просто чекаю назад. Стус 10 надо ставить, потому что у него фолк на цбет 50%. Это очень много. Примерно 8 центов. Было бы 8 центов достаточно. Почему доска 26 валет? Скажи, это сухая доска? Ну, да. Ну, под шестое правило подходит? Да, подходит. Ну, так что ты мне говоришь, чек? Ставить надо? Ир. 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 Так, король 10 Король 10 тоже, смотри, он открывается на ранний Здесь у тебя два варианта Либо упасть, либо затрибетить Давай опять же его затрибетим 20 центов То есть такая рука, как бы король 10 Калирует, когда за спиной еще куча народу Это не очень здорово Ну, потому что там могут сквизы пойти, колы У тебя такая, ну, не самая хорошая рука Поэтому ее лучше сыграть либо фолдом Либо полублеф 3 бетом Это так называется Ну и все, ставь теперь там 24 цента Ну, на стэк с тем парнем, да К сожалению, ему доехало Туз 10, да, можно заколировать Против, там парень играет 55 на 27 Ну, фиш И чекать не надо, сам ставь Донгбет Примерно 66% Ну, где-то, думаю, 66, да Да, хорошо 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 Спасибо Доска скоординирована, он сдается 43%, немного просто с двойками чек-пасс Просто отвечаешь себе сразу на вопрос Доска скоординирована, да, значит ни под какое правило не подходит, сдаемся Окей, он прочекал флоп Если он прочекал флоп на такой скоординированной доске, то скорее всего у него нихера нет Поэтому наши двойки вполне могут быть сильнейшей рукой, поэтому можно поставить 6 центов Если он нас заколет, то ривер сыграем просто чек-пасс Да, падаем 4-8 Ну мы там просто недавно 3-бетили уже в этой ситуации Ну я тебе помню, когда я рассказывал, там 3 ситуации баттами против Котофа и так далее, и так далее Так что вот здесь была похожая ситуация Если бы мы там давно не 3-бетили бы, то на баттане против Котофа могли бы, короче, за 3-бетить 10-9 кол, наверное Нет, это плохая рука, опять же, у него стэк короткий, 38 центов Обратите внимание, 38 центов, но мне хер ловить с такой рукой Вот если бы у него был бы стэк, допустим, ну 2 доллара, то 10-9 можно было бы, опять же, полу-блеф 3-бетом сыграть То есть такую руку 10-9 одной масти, одной масти, да, коллировать хорошо Ну, в позиции 10-9 разной масти, это плохая рука Доска сухая, с двойкой местами 66, 66, да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну тут я сдаюсь, если фиш сити, то я не сити, потому что они колят Да, все верно Так, более-менее тайтовый игрок открылся Да, можно за 3-бетить Все Даже если он заколирует твой 3-бет, заколирует Ты просто в позиции, имея 6 правил вот этих вот continuation-бетов Ну, которые доски я тебе рассказывал Ты просто ставя правильно continuation-беты в нужных ситуациях Будешь на дистанции зарабатывать тут деньги Вот чем вся тема То есть самое худшее, что для тебя может стать в этой ситуации Это если у тебя 4-бет нет Все Если у тебя даже заколит, ничего страшного не случилось В правильную доску continuation-беты на дистанции ты будешь с прибыли Лучше всего, да, эти 3-беты использовать, вот именно повторюсь, в тех трех моментах, где я тебе рассказывал И во, валет, вышел в value-bet, да, все верно, все верно, да, молодец Вот тут на small blind играть Опять же, здесь два варианта Либо пас, либо 3-бет Без позиции такую руку мы не можем играть Поэтому здесь ты выбираешь сам, как говорится, либо пас, либо 3-бет Если ты чувствуешь и помнишь, что ты давно не 3-бетил Давно не 3-бетил Тогда без позиции в 3,5-4 раза, ну, примерно где-то 22 цента 22 То есть оказаться в 3-бет-банке, это, ну, не страшно Просто нужно знать, какие доски потом правильно ставить А помимо этого, ты будешь очень много денег забирать вот так вот Ну, в этом есть, ну, реально Деньги в покере делаются только в двух вещах Это либо когда ты префлоп-агрессор, ну, когда агрессия за тобой Либо когда ты в позиции, все Мы уже, я думаю, за сегодняшнюю сессию на 3-бетиле столько, сколько ты там на 3-бетил за 700 рук Точнее, я имею в виду сейчас вот за 100 этих рук сыгранных Мы уже на 3-бетили столько, сколько ты там на 3-бетил за прошлые 700 рук Ну, король 6, понятное дело Наверное, почти уже, да Ничего тут страшного не происходит Просто немного правильно подобранные ситуации, оппоненты То есть, главное не 3-бетить фишей Ну, я имею в виду в блеф В блеф не 3-бетить фишей В этом смысла никакого нету А с регулярами вообще очень легко справиться Они либо упадут, либо, повторюсь, ты просто в правильную доску будешь ставить continuation bet И все Ну, все, все, сдаемся, не надо Здесь мультипод, нехер тут ловить Там никто ни даму, ни короля не выкинет, поэтому это Сдаемся Сдаемся, конечно То же самое, даму валет У нас была уже похожая ситуация с король 10 Но ситуация здесь в чем? Ты уже как-то его 3-бетил с тус 9 Помнишь, недавно? Поэтому лучше сейчас отпусти, просто упади То есть, это называется, немножко соблюдать динамику, что ли Ну, не пере это самое Потому что, если ты там Будешь прям каждый вот так вот постоянно По это дело, они начнут шире коллировать С тройками тут сетмайнинг не это Не стоит Да, не стоит Да, я согласен, что 3-байтис, конечно, надо более чаще Просто, наверное, пока тяжело, надо найти эти ситуации, смотреть Ну, их искать, конечно, надо активно Ну, как сейчас мы с тобой, потом видео посмотришь Ну Да Ну и после каждой сессии, я думаю Ну, после каждой сессии тяжело, да? Надо будет пересматривать Безобраться Статистику сколько? 66 будет нормально, да Продолжаем ставить 66 Если вдруг получаем какой-нибудь чекрейз, то сдаемся Даже можно 80 80 Да, да Если вдруг получим чекрейз, все, у нас рука второй категории Тут мы на стэк с ним играть не можем Ну, потому что вряд ли он станет тебя чекрейзить С рукой хуже, чем две пары Это надо понимать Тут стил Трибетить здесь не надо, калировать тоже не надо Потому что у него там при флопрейсе 4%, ну, совсем очень мало Поэтому лучше просто сдастся И стэк маленький И стэк маленький, да, все, верно Здесь открываемся на катофе, конечно, да, вот здесь Пока не так много ситуаций, где мы, ну, играем против коллера Ну, чтобы там пофлоутить и так далее Пока, в основном, только сами трибетим Но вот Жду момента, когда мы будем что-то коллировать Ну, тут, по это дело, у него флот на цбет 71% Все верно, да Ставим один раз Все, он нас заколлировал Все, сдаемся Тем более, пришла плохая карта, скажем так Вот, король 5 Парень стилит на балконе, можно за три? А, у него короткий стэк, я не заметил Сдаемся Сдаемся Если бы у него стэк был бы нормальный, то Это самое, могли бы Ну, 22, наверное Да, все верно То есть трибет, трибет сделать лучше три с половиной В позиции, запомни В позиции три, три с половиной раза Ну, от трех до трех с половиной В позиции Без позиции от трех с половиной до четырех Хорошо В следующем уроку сразу заранее тебе говорю Ты умеешь раздачу помечать? Да К следующему уроку отметишь примерно, ну, где-то 20-30 раздач Так, здесь примерно, да, 20 цент Нет, 20, 20, 20, да К следующему уроку отметишь примерно где-то 20-30 раздач Со знаками вопросов для тебя Ну, скажем так, не надо какие-то мега сложные Ну, потому что какие-то дурацкие сложные раздачи, они возникают крайне редко То есть лучше всего такие, которые возникают у тебя, допустим, часто И ты не знаешь, как в них действовать Окей? То есть это могут быть плюсовые и минусовые Любые раздачи 66 То есть любые плюсовые и минусовые, неважно То есть лишь бы просто, чтобы Помог тебе разобраться, как в этих часто возникающих ситуациях действовать Окей? Окей, да Ну, и опять же, помимо раздачи, можно, конечно, готовить какие-то вопросы просто устно А в Red Kings какой народ там собирается? Там они рекламируются на каком континенте? А там совсем, ну, по всей Европе Со всей Европы Окей Там сейчас к ним еще должны итальянцы присоединиться в ближайшие вот, что ли, даже, можно сказать, пару дней Ну, сеть Hive такая довольно-таки большая, там итальянцы, они там вообще отмороженные Пас, пас Тут гадшот у нас есть, ставим Гадшот плюс оверкарта Четвертое правило, если я не ошибаюсь Ставим всегда второй баррель У него фолд на ЦБ, на терни 56, видишь? Вот, так что Сочетание, как говорится, то есть есть такое понятие Сочетание equity плюс фолд equity Это, ну, очень круто То есть, что произойдет очень часто Либо он упадет, либо тебе, может, доедет Понимаешь? То есть, такое, как бы, есть тема На здоровье кому-то Это кому-то на здоровье Тут очень тайтова Да, трибет, трибет, трибет Нет, тайтова я вижу, калируть мы не можем Давай 20 центов, 20 Понимаешь, такую вещь Если игрок играет тайтова, то любой трибет ему будет стрёмно Он, ну, он сам боится играть Ну, вот, окей, за 4б Да, не спеши выкидывать Стой, подумай так, типа Ну, как будто Чтоб ему Тоже немножко было, знаешь, так Потому что если ты быстро моментально выкинешь Он сразу говорит Ага, хотел меня надурить А так, ну, типа, так задумался Пускай попарится Да, пускай попарится Именно это так и называется Чтоб неповадно было, может, в следующий раз Что такое? А, все зашли в банк? Да, да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Да Ну, тут, ребят, с король 6 не надо Там фиш Ну, 42 на 28 Ну, это, наверное, может быть из-за Микога Я не знаю, из-за чего еще Но, странно, что так тебя подрезали Да, скорее всего Или... 6 король Да, я стою субтитров Да, отвечаю Туз-2 можно открыть. Смотри, мы в позиции, можно заколировать 6 центов. Ну, там еще тот зайдет в игру, да, мы будем в бутерброде, но 6 центов тут немного, ну, мы в позе, как говорится. Ну, ничего не вышло, сдаемся. Боже мой, как они плохо играют. Туз-8 показал видео, ужас, конечно, ужас. Вот поэтому я тебе говорю, поэтому мне очень не нравятся вот эти 2 НЛ, потому что, ну, это, ну, это бред, бредовый. А здесь можно, да, кол, 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 об этом мы говорили, это на, ну, против, против баттона. Средние руки, все средние руки против баттона, мы защищаем просто колу. Ну, играть без меня, руки имеете в виду. Просто чек, кол, давай играть. У нас бредро бары, да. Отлично. Пускай глифует дальше. Чек. У него цбет на терне 75, если ты видишь. Ну, огромный. То есть, по идее, он должен глифовать. Ну, я бы слоуплеить здесь не стал бы, просто зачекрейзил бы волын и все. И пускай, если у него там 2 пары, пускай сидит, думает, как говорится. Доска очень скоординированная, но у него холд на цбет 67%, плюс, обрати внимание, какое количество у тебя бэкдоров. Ну, то есть, на флэш, на стрит, на гадшот и так далее. Поэтому ставим цбет, да. И в любую карту, которая тебе, как бы, помогает, ну, как бэкдор, вот, вообще это идеальная карта, правильно? Да. Ставим примерно центов 20. Да. Ну, если мы поставим таллин, конечно, будем коллировать. Вот, это, опять же, повторюсь, сочетание холд эквити плюс эквити. Ну, даму валет можно на 5 макс в столе было и открыть, конечно, одной масти. Даже на 6 макс в столе даму валет одной масти. Вот здесь у тебя сейчас были. Ну, прям здесь еще раздача не закончилась. Ты можешь навести на свои карты. На первом столе. А, здесь было, да. Что-то ты поспешил и выкинул зря. А, потому что 5 игроков, диапазон расширяется, и можно даму валет... Да, даже и при 6 макс, даже при 6 макс, даму валет одной масти на ранней позиции надо открывать. Об этом мы с тобой тоже говорили на первом занятии. Да, смотрю сейчас на чар звук. То есть вот с той игрой, которая как у тебя была, да, ты там что-то сидишь, выиграешь, как бы молодец, ну, я имею в виду 19 на 15, что ты играл и так далее. Но, повторюсь, с той игрой, как я говорил тебе на первом занятии, далеко не уедешь. Здесь 9-10 можно тоже давать за 3-бетим еще раз. Вот 20 центов. Не помню, этого мы 3-бетили или нет. Но такую руку калируть мы не можем. А вот, ну, полублеф 3-бет, хорошо. Король валет мы просто калируем. Это играбельная рука, без позиции мы ее просто, ну, калируем, скажем так. Так, тут я кол делал. Все, сдаемся, ни во что не попали, просто сдаемся. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тут вот эта, как она называется, доска. Это спаренная доска поменьше, 66%, не надо так много. Ты есть 66%. А, ну тогда можно еще меньше центов, ну ладно, 7-8, да. Да, 8 было бы хорошо. О, отличная карта, просто супер. Продолжаем ставить, центов 20. 19 хорошо было бы, да, 20-19, ну не суть важна. Теперь вылюбетим Вальта, само собой. Он кол, Крести пришла, ну, флэш закрылся, ничего страшного. Есть вэлью против Вальта, полбанка. Ну, то есть, допустим, мы бьем Туз Валет, Король Валет. Если он сейчас сам поставит Донгбет, допустим, центов 50, то можно сдаться. Я поставил бы полбанка с Туздамой. Даже меньше, 30 центов, 30. Чтобы тебе Валет заплатил. Да, 30. Так там потом надо платить. Это я хочу заплатить. Но он упал или заплатил там, не? Он заплатил. Ну, посмотри, вот, а, с десятками. Прикинь, как он ужасно играет, ужас. Боже мой, с десятками. С ума сойти. Так, 8. 8. 8. Так, ну давай, наверное, до блайндов доиграем. Глянем холдоменеджер по-быстренькому. Ну, давай. Вот, я сейчас уверен, ну, статы будут примерно что-то типа 25 на 20. Может, даже больше. Сева, тише. То есть, понятное дело, такие, может, они у тебя там на большой дистанции не будут, но заведомо, я уверен, что стиль игры вот сейчас кардинально отличается. Именно за счет, повторюсь, именно трибетов. То есть, ничего такого мы сверхъестественного не делали. Просто местами трибетили и все. И ничего такого страшного или, ну, сложного не происходило. Да. Да, конечно. И вот на таких, ну... Просто, да, перестроиться надо. И, как говорится, на таких лыжах уже действительно можно куда-то уехать. Ну, подальше. Не надо, не надо, ничего делать, сдаемся просто. Там парень действительно играет очень тайт его. Мне кажется, мы его отрибать... Да, да, мы недавно у отрибать, он нам четыре бать делал. Так ты поставил до блайнда? Да, я поставил. Ну, сейчас точно поставлю. Вроде бы ставил. Не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Просто обнови... Ну, рефреш, посмотрим сессию текущую... Просто вон рефреш есть кнопка... Или... Не, не так... Нам не активно... Нам нужно через раздел репорт... Сейчас... Ну, вот, видишь, вот, да... Вот мы играли сессию 28 на 24 и 3-бет 14... То есть, именно, повторюсь, у нас... В пипы, говорит, флопрейс вырос не за счет того, что мы как-то открывали много рук... А именно за счет того, что мы просто 3-бетили... Угу... Ну, то есть, вот в таком ключе... Я тебе потом видео скину, как бы посмотришь его... И, то есть, одновременно и оппонентов напрягаешь... И статистика у тебя такая... Скажем так, она более перспективная тебе на будущее... То есть, да, повторюсь, можно выиграть и 19 на 15... Ну, это ты далеко не уедешь на этом... А вот 28 на 24, это реально... Сложный покер для оппонентов... Им тяжело понять, что ты вообще творишь... Как говорится, за столом... Вот... Ну, конечно, главное тоже там с ума слишком не пересходить... Просто элементарно 3-бет... Он тебя хопа заколил... Все, правильную доску для цбета... Ну, понятно, там, то есть, сухие... Ну, я тебе называл эти все правила... Вот... Все, окей... Ну, тебя там, допустим, хопа заколировали в 3-бет банке... Твой цбет, там, допустим, на сухой доске... Все, окей, ничего страшного, сдался... Ну, как говорится, дальше... Вот, вот такого рода... Давай к следующему уроку готовь 20-30 раздач... Вопросы, может, какие-то готовь, если будут... Ну, и как будут готовы раздачи... Свежие, не старые, а свежие... А ты грызешь новые раздачи... С новым стилем игры... Вот как мы сейчас с тобой это все практикуем... То есть... Единственное, что тебе, повторюсь, надо поменять... На постфлопе играй, как раньше ты играл... Ничего не меняй на постфлопе... Просто немножко... Добавь... Повторюсь, вот этой вот... Агрессии на префлопе... Три бетики, вот эти вот дела... И все... В остальном у тебя более-менее неплохо все... И не сдаваться на... Да, да, да... То есть... Ипидеть эти доски... Да... То, чтобы... Да... Эти оппоненты будут все время... Да... Да... На первом уроке мы об этом с тобой говорили... Если что, можешь там смотреть... Повторять... Да, это тоже... То есть, чтобы у тебя фолл на цбет был бы ниже, чем 50%... Уж точно... Да... Вот так вот... Все, тогда до связи, да, с тобой? Окей, да... Так я тогда как соберу, да... Когда и спишемся, да, говорить...